В Люберцах дан старт еще одному масштабному федеральному проекту. К Международному дню пропавших детей вдоль Октябрьского проспекта появился арт-объект. Многометровый забор обклеили ориентировками на мальчиков и девочек, чьи поиски уже завершены или продолжаются до сих пор. В поисковом отряде Лиза Алерт Олег Леонов уже пять лет. Мужчина отвечает за направление лес на связи, то есть выводит заплутившихся людей по телефону. В копилке его воспоминаний много историй, связанных с детьми. Запомнился случай ребенка, когда дедушка очень долгое время не мог совладать с телефоном и не понимал моей команды. Ребенок отобрал у него телефон восьми лет и все четко, хорошо сделал. В тот же момент я увидел, где они находятся, через полчаса их уже достали из леса. Ситуации бывают разные, их на самом деле много. Этот обклеенный фотографиями забор тому доказательство. Здесь 14 тысяч ориентировок. За каждой листовкой судьба отдельного ребенка и колоссальный труд волонтеров. Мы проводим более 25 тысяч поисков в год по стране, по России. Но когда мы это делаем, мы не понимаем объема, который мы делаем. Это стена, это воплощение физической нашей работы. Это те миллионы часов, которые мы отдаем на поиски. За последние 10 лет, то есть с момента основания Лизы Алерт, в России были объявлены в поиск 17 тысяч детей. Больше половины из них найдены добровольцами. Привлечь внимание к этой теме члены поисково-спасательного отряда совместно с Общероссийским народным фронтом решили с помощью акции под названием «Поиск». Очень важно, чтобы была поддержка государства, чтобы была консолидация действий, чтобы ни один человек не остался сегодня наедине со своей бедой. Должна быть единая база для того, чтобы эти люди могли найти своих родных и найтись. Девиз Лизы Алерт – потеряться не значит пропасть. Организаторы акции уверены – единая база, куда будет заноситься информация о дезориентированных людях, облегчит работу волонтеров и позволит быстрее узнать о местонахождении тех, кого очень ждут дома.